Здравствуйте! С вами программа «Новый день» и я, Анна Черкесова. Сегодня среда, 29 марта. Вода – это основа всей жизни на земле. Недаром все пловцы – это сильные люди. Однако профессионалам дано стать не каждому, а вот использовать полезные качества водной среды – это под силу любому, кто желает привести свою фигуру в форму. Одним из самых эффективных и полезных видов фитнеса, который помогает корректировать фигуру и улучшать общее состояние здоровья, считается акваэробика. Ее преимущество – умеренность нагрузок, благодаря чему этим видом фитнеса могут заниматься практически все, даже беременные и пожилые. За счет создаваемого водой сопротивления акваэробные упражнения эффективнее, выполняемые в зале. В этих занятиях множество плюсов. Это профилактика варикоза, массажный эффект, щедящая нагрузка на позвоночник и суставы, риск травм сведен к нулю. Также при интенсивных нагрузках организм тратит более 600 килокалорий. Мы обзавелись фитнес-инвентарем в виде гантелей, перчаток с перепонками. Они помогают увеличивать сопротивление при выполнении упражнений на укрепление рук. И нудла – гибких плавучих цветных пал, которые применяются для поддержания плавучести. Начинаем тренировку с разминки, разогреваем мышцы и готовим их к нагрузке. При помощи нудла сгибаем колени и поднимаем их к груди. В этом упражнении у нас работают мышцы пресса и передняя поверхность бедра. Затем поднимаем обе ноги вправо, влево, вперед. Каждое упражнение делаем по 10-15 раз в два подхода. Здесь у нас задействованы мышцы брюшного пресса, бедро спереди. Для того, чтобы увеличить нагрузку, берем гантели и начинаем делать упражнения на руки. Ручки вперед и назад. Ладошки разворачиваем вниз, вверх. Далее укрепляем косые мышцы живота. Поочередно поднимаем правое колено в левую сторону, а левое колено вправо. А теперь подключаем ноги и ноги вперед и назад. Перекаты. Чтобы упражнения принесли максимум пользы, откажитесь от вредных привычек. Следуйте принципам правильного питания и не забывайте о полноценном отдыхе. В таком случае результат не заставит себя ждать и вы без проблем подготовитесь к пляжному сезону. Мода и красота – понятия относительные. Время бежит, а с ними стремительно меняются и талоны женской красоты. Интересно, какие женщины считались привлекательными в разные эпохи. В средние века яркая красота считалась греховной. Идеалом была девушка с очень бледной, прямо белоснежной кожей. Чтобы достичь бледности, девушки натирали лицо лимоном, многие сбривали брови. Классические примеры идеала женской красоты эпохи Возрождения – Моно Лиза, а также Венера Боттичелли. Пышная фигура становится одной из главных ценностей этого периода. В 30-е и 50-е годы 20-го века в моду вернулась женственность. Фигура – песочные часы с тонкой талией. Идеалом красоты эпохи была Мерлин Монро. В 80-е в моду пришла аэробика, а также супермодели высокие, спортивные и подтянутые. К 90-м модными снова стали болезненная худоба и бледность. Современный идеал красоты – понятие довольно сложное. Однако можно сказать точно, что сегодня ценится здоровье и естественная красота. Как провести время с удовольствием и с пользой? Куда пойти и чем заняться на этой неделе? Студ «Весна» в самом разгаре. На 30-е марта назначено выступление студентов Историко-географического факультета ЧГУ. Начало в 18 часов. 2 апреля в воскресенье в Театре опера и балета пройдет 12-й ежегодный фестиваль саксофона. Начало также в 6 часов вечера. На этом на сегодня все. Желаю вам позитивного настроя и плодотворной недели. Ну а завтра-завтра будет новый день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова